Второй матч Роттера в Синем и Крыльев Совета в этом сезоне проходит в экстремальных условиях. Четыре часа предматчевого ливня в Самаре сделали из поля огород. И судьба встречи решалась прежде всего в борьбе характера, тех, что принято называть кубковыми. Роттер давно имеет имидж кубковой команды, во многом благодаря тренеру. Виктор Прокопенко, еще работая на Украине, дважды выводил Одесский Черноморец в финал Кубка страны и выиграл один раз почетный трофей. В России же руководимые им волгоградцы также сумели дойти в 95-м году до финала Кубка, а год назад добрались до полуфинала. В этом матче поправка на погоду обусловила расчет команд на навесные передачи и дальние удары. Поначалу встреча складывалась в пользу Роттера. Герасченко постоянно выиграл чужой штрафной и верховые мячи, создавая партнерам голевые ситуации. Но Шишкин тащил все, постепенно создавая волгоградцев в комплекс голевой неполноценности. Отбившись крылья, сумели переломить неудачно складывавшийся для них матч и доказали, что сейчас у них кубковый характер сильнее. И пусть не смогли забить лидера команды Булатов и Авалян. Гол новичка команды Папхадзе, проводившего свою первую игру за самарцев в Кубке России, в такой ситуации куда символичнее. Роттер пытался сражаться до конца, но сил долгоградцам не хватало. Их лидер Веретенников пробовал вытащить матч за счет индивидуальных усилий, взяв игру на себя, но ошибался в не самых сложных ситуациях. 1-0. Крылья впервые выходит в полуфинал Кубка России, а невезучий Веретенников срывает досаду на журналистах. Олег, два слова для НТВ, Олег. Я не даю НТВ, тем более. Если мы выигрывали, получали звание мастера спорта, а это очень большой титул. И мы очень рады, что выиграли. Я очень рад тем, что мой дебют, как сказать, в российском первенстве Кубка удался, по-моему. Матч, в принципе, был до гола. Кто забил, тот и выиграл. Мне кажется, и в первом тайме, кто бы забил, тот и выиграл. Мне так кажется. И вот эти вот аргументы от мобилизованности, жажды борьбы, я думаю, у Крыльев было чуть-чуточку выше.